Велосипедный шлем Превращаются в волшебных единорогов Нужно макнуть в краску свой рог, кисточку И начинать рисовать Прямо на стене Такого дети еще не пробовали А любое новое дело Это толчок для развития детского мозга Ведь это не так просто Не глядя, скоординировать свои движения Попасть в краску, а потом рисовать Не руками, а головой Артем, а ты что рисуешь? Крук Крук А вот еще крутая идея На полу несколько листов бумаги Или ненужных обоев Они склеены между собой бумажным скотчем В руках у детей восковые карандаши Ребята, по всему пространству Можно рисовать где угодно Отбрасываем все рамки и шаблоны Ложимся на спинку или животик И начинаем махать руками Эту идею однозначно оценят школьники Снял тяжелый портфель Лег на пол и сбросил все свое напряжение Такое рисование помогает избавиться И от негативных эмоций Страхов, агрессии Только не говорите ребенку Что по-вашему с ним что-то не так Просто ложитесь рядом И тоже начинайте рисовать Используйте силу арт-терапии И повеселитесь Ребята, руками мы с вами рисовать все умеем А сейчас мы с вами попробуем Необычный рисунок создать Но мы будем рисовать ногами Родители много внимания уделяют развитию моторики рук Но моторика ног тоже имеет большое значение Это же отличная профилактика плоскостопия Макаем кисточку в стаканчик с водой Теперь в краску и вот на бумаге появляется сочная зеленая трава А тут желтый колобок и весенний цветок Работают не только мышцы Идет активная мыслительная деятельность А это значит в мозге формируются новые нейронные дорожки По которым будут кататься большие детские мысли Дети просто обожают все новое и неиспробованное Творческие эксперименты вызывают у них неподдельный восторг Прикрепите обычную кисточку к длинной палке И вот простое рисование превратилось в увлекательный квест Сегодня я хочу вам усложнить задачу Будем рисовать гигантской кисточкой и на расстоянии Привычное действие Нужно всего лишь макнуть кисточку в стакан с водой Но теперь, чтобы не промахнуться Нужно по-новому координировать свои движения Пара мазков и вот на бумаге портрет Какой-то лохматый парень с красными от стыда за свою прическу ушами Судя по выражению лица, рисование требует особой сосредоточенности Кстати, такая идея может стать отличным развлечением для детского праздника Соревнования, кто быстрее и лучше нарисует портрет своего друга А как бы вам еще хотелось попробовать порисовать? Вот какие вы еще способы? Никогда не пробовали, но всегда не пробовали? Я бы ушами хотел рисовать А я головой Например, можно было бы краску мокрой А я бы хотела волосами рисовать Потом мама будет мучиться отмывать А такое дело требует умение работать сообща А пригодится и в школе, и во взрослой жизни Ребята, а здесь вот у нас творческая дорожка Вам нужно будет сосредоточиться и провести дорожку от красной точки Но чтобы это сделать, вам нужно работать очень дружно Один маркер дети держат в четыре руки и ведут его по лабиринту дорожки Только скоординировав общие действия, советами, наставлениями и поддержкой Можно первыми прийти к выходу из лабиринта Из обычных маркеров и ненужных компакт-дисков можно сделать арт-волчок Раскручиваем его и наблюдаем за тем, как на бумаге появляются Вихри, спирали, бутоны роз и разные закорючки У-у-у! У меня прыжочек сделает! Кир, у меня самого ураган! Ух ты! У-у-у!